Как питаться зимой, чтобы не болеть? Самая главная защита от инфекций, от простуды, это поддержание высокого уровня иммунитета. Самое главное, это избегать стресса. Стресс это главный фактор, который снижает иммунитет. Стресс для нас номер один это холод. Холод, он требует больше выработки гормонов, цинк содержащих. То есть расход цинка зимой и йода увеличивается. Весной все в минусе по содержанию йода. То есть йод весь растратился зимой. На что он? Согревание рук, ног. Цинк тоже тратится. Это микроэлемент, который в основном находится в лилочковой железе, тимус. Это главный у нас орган иммунной системы. Чем больше стресса, тем больше истощаются запасы цинка. Поэтому, конечно, мы должны понимать, что мы цинк должны восполнять. Накопить его за осень, по крайней мере, за осеннее богатое питание. И не подвергать себя стрессом дополнительным. Кроме холода, еще стрессы могут быть в жизни, социальные. Стресс самое главное, что уничтожает и портит, это микрофлора кишечника. Мы лишаемся полезных бактерий с каждым стрессом. Самое простейшее, что вы можете противострессово сделать, это пить травяные чаи из успокаивающих трав. Каждый вечер. Потому что они богаты магнием. То есть они природные накопители магния. Это мята, чабрец, тимьян, душица и мелиса. Вот это самые ароматные, самые приятные для чаепития травы. У нас любая профилактика, лечение должно быть нашим питанием. Пить чай я рекомендую перед ужином. Потому что ужин у вас тоже не переварится. Если вы напряженные, замерзшие, в стрессе, уставшие. И сначала сесть надо и провести такое культурное чаепитие. Мед должен быть обязательно. Мед отличается от простого порошка фруктозы тем, что в меде содержится очень много биологических веществ. Там очень много ферментов. Вот эта диастаза, по которой определяется ценность меда. Диастаза – это число ферментов слюны пчелки. И чем дольше она несет этот мед, тем больше диастазное число, тем вообще ценность меда выше. Поэтому ложка меда приравнивается к таблетке фистала. Улучшает и переваривание пищи. И, кстати, вот эти травы, чабрец, мята, душица, они обладают еще отхаркивающим действием. Они очень полезны для бронхов. А бронхи у нас получают воздух холодный. Представляете, какая нагрузка на бронхи, на легкие зимой. Но я еще рекомендую сульфат магния. Это соль магниевая. Ее разбавляли в воде, получалась минеральная вода магниевая. Чайная ложечка на стакан тоже можно в наших стрессовых условиях использовать. И, кстати, это хорошо помогает при головной боли. Вообще, при любой боли я рекомендую сульфат магния выпить и садиться, чаевничать вот этими успокаивающими травами. В общем, польза большая. И особенно это важно для укрепления постной ткани. В период переломов и для детей, когда у них активно растет вот эта постная ткань, постная масса. Эти же чаи успокаивающие, вот эта культура, она может предотвратить нежелательные проблемы с сердцем. Это инфаркты, прединфарктные состояния. Иван-чай, в нем много и магния, и много бодрящих, тонизирующих веществ. То есть очень много там и селена. За счет селены идет энергия, бодрость. Поэтому его можно пить в течение всего дня. То есть можно с помощью этого чая тонизироваться, не получая потом перенапряжения, не вызывая потом спазм. Он не вызывает спазм в сосудах, потому что он кофеин несодержащий. Плюс иван-чай, мужской чай считается вообще. Как бы обязательно для мужчин его рекомендуют, потому что там нашли ханерол. Это препарат, который делают из иван-чая. Для лечения всех почти заболеваний предстательной жизни. Что может еще снижать иммунитет? Это молочные продукты. Про молочные нам все говорят, что вроде бы бифидобактерии, лактобактерии. Это все полезно. Самые аллергенные из всех продуктов питания это молочные продукты. Они на верхушке. Все молочные, включая сметану, творог, они все самые аллергенные, в 100 раз более аллергенные, чем другие продукты. Это миг, то что молоко укрепляет зубы и костную ткань. В деревнях молоко всегда топили, делали топленое молоко. Потому что молоко вообще грязный, микробиологический, загрязненный продукт. Там очень много стриптококка. И этот стриптококк выживает пастеризацию, кипячение. Только топлением можно его уничтожить. Таким длительным, низкотемпературным он может уничтожиться. Я как диетолог рекомендую больше сыворотку пить молочную. Литрами. Вот она как раз разжижает кровь. У всех густая кровь. Сгущение идет. Она хорошо желчегонит, чистит кишечник. Она антисептик. И там весь магний в молоке, который присутствует, остается в сыворотке. Перегрузка кальцием мягких тканей. Вот чем грозят концентрированные молочные продукты. Может, с молока этого не будет. Молоко, может быть, это смесь с сывороткой получается. Творог и сыворотка. Это, может, лучший даже вариант. Если еще усваивается. А жить на сыре, на твороге, как люди сейчас живут. И кальций опасен для сердца. Кальций ускоряет сокращение мышечной клетки, усиливает. И от кальция можно тахикардию получить. То есть усиление сердцебиения и спазм сосудов. Поэтому у нас препараты для сердечников все. Блокаторы кальциевых каналов. Антагонисты кальция. Которые защищают сердце от кальция. По молочным очень грустно. Но в декабре это вообще преступление. Я много лет наблюдала. Если декабрьский пост соблюдать, рождественский, то в январе мы не болеем. Поэтому не покупаем молочных продуктов. Ну мясо тоже не покупаем сейчас. Потому что есть замена рыбы. Чем хуже рыба от мяса? Ну ничем. Йода в ней больше. А йод, я вам говорила, он нужен для активности капиллярного кровообращения. Рыбий жир, вот этот омега-3, жизненно необходим. Это жизненно. И он в организме не синтезируется. Он как витамин С нужен просто обязательно. И рыба чем жирнее, тем полезнее. На первом месте скумрия. На втором сельдь. На пятом-шестом семга-форель. Не так важно семга-форель. Не надо сильно на нее тратиться. И по поводу жиров. У нас в Сибири жирной рыбы не было в таком количестве, как требуется в погоде. Но природа дала кедровый орех. И только кедр сибирский славится своим орехом. Нигде в другой стране, в точке земли не растет. Именно в такой кедр, как в сибирске. И с такими свойствами лечебного ореха. Он самый дорогой, считается, орех. И самый вкусный из всех орехов. И самый гипоаллергенный. И он как раз содержит жир, который один в один похож на рыбий жир. Он выполняет функции вот этого рыбьего жира. Кедровый орех всегда легко переварится. То есть он подходит и для тяжело больного, и для грудного ребенка. Поскольку рыбий жир все-таки имеет такой специфический вкус, не очень приятный. Кто-то его любит, кто-то не любит. Но кедровое масло любят все. В кедровом масле содержится вариант омега-3, гамма-линоленовая. Очень редкая. Которая содержится только в сосновых. В семействе сосновых деревьев. Или по-другому ее называют пиноленовая. Пинос от слова сосна. И она как раз как омега-3 очень легко в печени превращается в истинный рыбий жир. Который действует оздоравливающим на все органы системы. Про сладкое я уже говорила, про сахар. Что оно снижает иммунитет. И снижает оно в первую очередь за счет того, что расходуется цинк на синтез инсулина. Когда мы съедаем сахар, производится много инсулина. А инсулин цинкозависимый. При дефиците цинка появляется склонность к кожным заболеваниям. То есть весь местный иммунитет противовирусно связан с цинком. А цинка, кстати, очень много в кедровом жмыхе. Очень много в тыквенных семечках. По поводу сладких фруктов тоже я все ограничиваю. И оставляю, рекомендую только полезные фрукты, которые обладают антисептическим действием. Яблоки, гранаты, грайпфруты, апельсины. Еще что нужно, чтобы не заболеть, употреблять максимальное количество специй. Вспомните, как в Индии, Таиланде, в Корее, даже в Испании. Как много любят специй, как острое любят. И они не славятся там, они там не славятся тем, что у них язвы у всех. Они там не язвенны. Оказывается, красный перец жгучий. Он настолько богат этим бета-каротином, а бета-каротин вызывает регенерацию слизистой. Все прекрасно заживляется. Поэтому не надо бояться этих специй. Имбирь от головной боли, корица тоже от головной боли. От корицы голубые будут белки и глаз. То есть не красненькие мутные там, а голубые должны быть. Чайная ложка корицы в день. Я тут перечислила перец черный, красный, кардамон, мускатный орех, бадьян, креандр, куркума, корица, имбирь, пенхель, укроп, тмин, семи горчицы. Еще последний пункт. Простудные заболевания возникают при дефиците в организме витамина С. Лук у нас источник витамина С, капуста источник витамина С. Это шиповник, черная смородина, облепиха. В замороженном или в сушеном облепиху смородины? И в замороженном, и в сушеном. Если каждый день это будет, ну 100% вирусное заболевание. Не должно быть. Если вы уже заболели. Основные принципы лечения простуды. В первую очередь полный отказ от еды. Не есть. Обильное питье, это второй принцип во время болезни. Это различные горячие чили, ягоды. Может быть, черная смородина, любая грустника, какая есть в морозилке. Про кедровое масло я вам рассказывала. И в момент простуды его надо несколько раз в день. Каждые два часа. Тем более, всегда надо понимать, что хороший жир – это питание для нервной системы, для мозга. У нас мозг состоит на 80-70% из жиров. Именно в кедровом масле содержатся редкие жиры, редкие для растений. Не то, что редкие, их больше нигде нет. Это сфингорипиды и церебразиды. Они содержатся именно в животных жирах, а в растительных – нет. Только в кедровом масле они содержатся. И вот эти церебразиды, они улучшают состояние нервной ткани, улучшают состояние головного мозга и зрения. И кедровая жвачка уничтожает патогенную флору, убирает воспаление. У всех проблемы с парадонтозом, у каждого четвертого, пятого. Поэтому ее простуду и болезнь постоянно можно жевать. Одно разжевание с гибридом. Прополис я рекомендую использовать. И тоже жевать прополис отдельно. И настойку прополиса пить часто тоже, каждые 2-3 часа. Как антибиотик противовирусный. Продукты антидепрессанты. Это овсянка. Она богата селеном, витамином Е, серотонином. Там очень много серотонина. Чеснок, антидепрессант. За счет селена. А селена, чем больше в организме, тем больше энергии, больше бодрости. Сало. Источник тоже селена. Сало без прослоек мяса. Свиное. Энергетическая ценность жиров колоссальная. Два с половиной раза больше, чем от углеводов. То есть углеводами не согреешься зимой. А жирами, да. Поэтому кедровый орех самый жирный из всех орехов, существующих. И семечек он самый, там 65% масла чисто в ядре кедрового ореха. Но этот жир никогда не переходит в целлюлит. То есть он не откладывается в органы. Потому что это природный, натуральный жир. Следующие продукты антидепрессанты. Жирная рыба. Там йод. У нас селен. Содержится. И омега-3. Дальше морковь. Антидепрессант. За счет бета-каротина. А бета-каротин тоже укрепляет слизистые. Как на нервную систему она действует. Она стимулирует рост полезной микрофлоры в кишечнике. Полезная микрофлора вырабатывает из трептофана сиротония. Шиповник черная смородина. Богат витамином С. Облепиха тоже сюда вкладывает. Чем больше витамина С, тем меньше сомливости в нем. И закончу я все кедровым орехом. Потому что это самый мега-депрессант. Потому что в нем природа соединила вообще все. И сирена очень много. Поэтому он и при опухолевых процессах идеально подходит. Повышает кровь. И энергии повышает. И магния очень много. Поэтому он противострессовый расслабляет. В кедровом орехе очень много витамина Е. Там витамины все содержатся. И А, и Е, и Д. И йода очень много оказывается в кедровом орехе. Орехи значительно больше, чем в других семенах орехов. И плюс жиры омега-3. Самым лучшим вкусным вариантом. Начнем с напитков. Чаи травяные, про которые мы уже говорили, разные. Какие захотите. Можно и противострессовый, и бодрящий, и тонизирующий. И вам чай кипрей, и курильский чай. Но со специями. Сделайте вот такой чай. Только сразу туда добавьте специи. Это будет такой зимний вариант чая. Корица, кардамон. Я даже лавровый лист добавляла как-то в чай. Очень оригинальный. И вообще начинать надо любой праздничный стол тоже с напитков. Чай с лимоном, с имбирем, и со специями. Тогда мяты побольше, там, и чай. Надо делать вот такие коктейли. И просто и вам чай, чтобы спокойно всю ночь праздновали, не хотелось спать. Следующие десерты. Десерты можно тоже в начале праздничных столов съесть. Не оставлять их потом. Фруктовая ассортина. Нарезку делайте фруктовую. Фрукты нельзя есть потом. После салатов, после мяса. Когда у вас мешанина здесь уже, и в желудке, и в кишечнике. Чую фрукты, что все забродило. И вздулось. И вы уже не сможете покататься на горке, погулять. Сделайте красиво, чтобы можно было не чистить, а уже шпажками просто брать эти кусочки крупненьких фруктов. Там, крыльфрукт очищенный. Апельсины. Гранат. Можно тоже без кожуры. И такими маленькими соцветиями ягодок. Дальше. Желе можете фруктовое сделать. Заранее, конечно. Трехслойное какое-то желе можно сделать. Интересное. Но это заливать надо в три раза разноцветными какие-нибудь ягодами. Конечно, они не на сахаре должны быть, а на меде. Можно сделать кедровый орел с брусникой. Таежный такой десерт. Можно торт использовать из трех коржей. Вот такие коржи испечь можно. И промазать медом. Можно с натуральным сливочным маслом. То есть нужно пофантазировать. Можно просто вот эта ковришка. И корицы побольше. И есть имбирное печенье. Можно имбиря побольше добавить. Салат делайте овощные. Тоже из полезных овощей. Из моркови, из свеклы. Ну, элементарно. Из сырых, конечно, овощей. Салатет. Морковка, свекла, яблоко и чеснок. Еще изюм можно. Орех немножечко добавить. Да, есть... У меня очень хорошая салатная заправка. Ей можно поблизить даже подорожник. Он будет очень вкусный. Масло растительное первого отжима. Или оливковое, или горчичное, или пикренное масло. Ну, можно на Новый год. Возьмите федоровое масло. Три столовых ложки. Сок 1,3 лимона. Или пол-лимона. Ну, ложка даже чайная. Или две чайные. Винного соуса. Бальзамический. Уксус или соус винный. Горчица. Половинка или одна чайная ложка. Чайная ложка меда. И специи. Красный перец, черный перец. Кориандр. Молотый. Использовать молотый. Прованские травы. Соль морская. Карий туда можно добавить. Смесь карий. Черный кмин. И семена черной горчицы. Салатная заправка, конечно, она для зеленого салата. Для зелени. Базилик, руккола. Можно сделать соус песто. Листья базилика зеленого, рукколы. Петрушки или щавелек. 50 грамм сыра. Пармезан или другой твердый сыр. Пекарина равна. Три столовых ложки кедровых орехов. Я думаю, кедровый жмых подойдет здесь. 100 миллилитров оливкового масла. И 3-5 зубчиков чеснока. И в блендере, конечно, в хорошем, мощном все это взбить. Ну, конечно, сельдь, скундрия, пряного посола. Запах должен быть у рыбы приятный. Свежего обморчика такого. Можете приготовить праздничную пиццу. 2 трельца. 1 треть чайной ложки соли. Морской, конечно, натуральной. 1,5 стакана какого-нибудь кисломолочного продукта. Или ряженка. Или сыворотка молочная. 1,5 стакана муки цельнозерновой. Пшеничной. Пол бокала отрубей пшеничных. Ну, можно ржаной. 2 или 3 столовых ложки муки зародышей пшеницы. 2 или 4 столовых ложечки оливкового масла. 1,5 чайной ложки соды. И 1,5 чайной ложки сушеных трав. Базилик, розмарин, петрушка. Или смесь прованские травы. Специи идут туда. Черный перец, красный перец, кориандр, тмин, сушеный чеснок. И все, тесто должно быть густое, как густая сметана. И выложить на смазанный топленым маслом или оливковой противень. Слоем тоненьким полсантиметра и 0,8. Выпекать до готовности, но это буквально 20 минут. Но без румянца. Надо достать, чтобы не зарумянилось. И вынуть из духовки. И смазать томатной пастой. То есть, как пиццу вы делаете. Выложить начинку. Маслины. Кольцами нарезанные. Креветки. Можно грибы приготовленные. Кусочки семки. Нужно мясо. Даже сало. Даже сало делать. Дальше. Можно конскую колбасу даже использовать. Пиццу. Тонкие кусочки помидоров. Лук, чеснок. Можно без помидоров это делать абсолютно. Можно сушеные помидоры использовать. Специи для пиццы. Это зелень сверху. Крованские травы. И сверху надо потереть сыр. Все. И вновь в духовку до золотистого цвета. Чуть-чуть запекаете сыр. Такого количества теста получается 2 пиццы. Варианты вот этих начинок не огромные. И вот вам праздничный стол. Спасибо. Продолжение следует...